Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это Фабио Капелло, наставник Ромы Карло Анчелотти, наставник Ювентуса И составы играющих команд Рома в воротах Антониоли 15-й Зебина, 19-й Самуэль, 6-й Алдаир 2-й Кафу, 17-й Томази, 4-й Занетти Кристиано, 32-й Канделя, 10-й Тотти 18-й Батистута, 24-й Дель Веккио Тотти капитан команды Вандерсар защищает ворота Ювентуса 5-й Тудор, 13-й Юлиано 4-й Монтеро, 7-й Песотто 23-й Замбротто 20-й Токенарди, 26-й Давидс, 21-й Зидан 9-й Инзаги, 10-й Дель Пьеро Стефано Браски, один из лучших арбитров Мирового футбола, хотя был и подвергнут Определенной критике за недавний матч Серия, но тем не менее Все равно он один из выдающихся Арбитров мирового футбола Вот так начинается эта встреча В атаке Ювентус На весная передача, борьба за мяч Мяч улетает за пределы штрафной площади Дель Веккио, подхватывает по месту Левого Крайнего, Финн уходит от 1-го Второго набирает скорость Перед ним Песотто Он пробегает, Давидс Далее Давидс ставит корпус Корпус, но и рука шлагбаум Вот что явилось причиной свистка арбитра Стефано Браски Он наказывает Давидс Он назначает штрафной в сторону оборот У Ювентуса, у мяча Тотти И 9 метров отмеряет Скорее 9 шагов Правильно 25 метров до ворот 9 метров 15 сантиметров На этом расстоянии должны стоять футболисты Стенки от мяча Батистута И вот сейчас они разыгрывают И удар поворотов Очень долго приложился Для удара Батистута И успел защитник И ему уже помешать Мяч из-за боковой броса И в гости Пас пяткой не проходит Тем не менее Рома на долю секунды Выдевает мячом Опять борьба за мяч У противоположной трибуны Канделя ввел мяч в игру Плотная игра в районе штрафной площади И снова Это Юлиану защитник И снова Снова из-за боковой бросают Гости Пас назад Диагональный такой вот удар В направлении Ворот И там никого По сути дела И не было Из игроков Ромы А игрок один из Он конечно был закрыт Один из Глядя на составы Команды У Ювентуса Изменения По сравнению с игрой Против Лечи А не Грешно будет напомнить Что два матча подряд Ювентус играл ничью И потерял 4 очка А Рома Упустила победу В принципиальной игре Против Латсо Ведя 2-0 И тоже потеряла Два очка И так вот Получается Так что Ювентус поменял состав То есть вернее Тренер Инзаги Дель Пьеро С самого начала Дель Пьеро не играл Но Дель Пьеро Ушел А Инзаги Вышел и на замену И не забил пенальти Как вы Помните Так что Вот это и привело К тому что Потеряли 2 очка Футболисты Ювентуса В матче против Лечи А Рома Рома выставил Один к одному Тот же состав Что и Матчи против Латсо Стартовые составы Абсолютно Одинаковые Уверенно Довольно Таки играет Ван Дер Сарф Тудором Тудор который Забил гол В ворота Латсо Открыл счет Вы помните Давид с мячом Давид с Имея Крауна Но теперь в составе Зидан приближается К сотной площади Его оттесняет На левый флан Это Занет И удар Поворотом Гол 1-0 Дель Пьеро На опережение Дель Пьеро Недавно Забил головой И теперь Опять Успел Подставить голову Сыграв На опережении Чуть-чуть Изменил направление Полета мяча Счет Открыт Ювентус Впереди 1-0 Ювентус 1-0 Дель Пьеро С подачи Зидана И вот смотрите Эта передача Они диагональные Вот такие пасы Очень опасные И выйти Невозможно было Антониоли На перехват У него был только Один шанс Если бы ему повезло Вот тогда Когда он Вылетел На перехват Он не успевал Перехватить мяч На пути К Дель Пьеро Потому что Занял позицию В центре ворот В принципе Здесь Разбирать Очень скрупулезно Трудно Почему? Потому что Ситуацию Больше из ворот И лучше видел Сам Антониоли Поэтому Критических Замечаний Его адрес Никаких И может быть Он все правильно делал Это же мог быть И удар Под понимаете Сами В ближний угол Защитники Не мешали Они здесь Сплоховали явно И поэтому Здесь голкипер Не виноват Ни в коем случае Вне игры Здесь и близко Не было в момент удара Так что Все по правилам И если кто И уж виноват На все сто То вот эти Два Блистательных мастера Сидан И Дель Пьеро 1-0 Впереди Ювентус Вот это начало Да в матче Такого уровня Ну вот теперь Представьте Что Ювентус Побеждает Он набирает 60 очков На очко Опережает Лацио Разрыв между Ювентусом И Ромой Становится В 3 очка А тут еще Зидан Забивает И второй мяч И 2-0 И вот что Творится на трибунах Ну Нечего даже Говорить об интересе К этому матчу Это такой же Как и Рома Лацио И вот 2-0 Спустя каких-то Несколько минут Уже 2-0 В пользу Ювентуса Зидан Сначала сделал Голевую передачу А теперь И сам отличился А пас Он получил От Зидана В разрез И все тут Прозевали И Не успевает И Алдаир И по центру Мощный удар А что там делает Антониоли Антониоли Почему-то падает В другой угол А по-моему На пятую точку А это уж Вратарю не пристало В таких ситуациях Итак 2-0 Впереди Ювентус Ну что ж Римляне Вернее Против Лацева Римской команды Рома выигрывала 2-0 И тем не менее В течение Одной минуты Получается Был забит Забиты Два мяча Ну вы знаете Это уже Из разряда Вон выходящего Вот смотрите Еще Удар Поворотом Вот тут Антониоли Делал явно Не то Что должен Делать Был вратарь Стоя в воротах 2-0 Так вот Римская команда В данном случае Соперник Ювентуса Выиграла 2-0 Но умудрилась Все-таки Упустить победу В матче Против Лацева Теперь Уже Проигрывает Рома Способна ли Она На то Что сделала Лацева В том Памятном Для нас Матче Вот И посмотрим Тем более Всего Сыграно Каких-то Жалких 6 минут В течение Одной минуты Два гола Дель Пьеро Зидан И впереди Ювентус Ну важно Конечно В таких Ситуациях Не впадать Эйфорию А некоторые Моменты Из того Памятного Матча Нам дают Основание Все-таки Утверждать Что элемент Эйфории Имел место И от Капелло Начиная И кончая Игроками Когда они Почувствовали Что вот Близка Победа И Она От них Ускользнула Расслабляться Ни в коем Случа Нельзя Ни на минуту До конца Ни на секунду Даже Еще один удар Поворотом Не рискует Антониоре Ловить Билдзамбротто Подставил кулак Мяч улетел На угловой И угловой У ворот Ромы Левой Даже двумя Кулаками Не став рисковать Не стал ловить Мяч Я Я Полагаю Что он Поэт Потому Сделал И здесь Кулаком Отбил По всем Классическим Канонам Вратарского Искусства Но Где-то у меня Есть Такие основания Говорить о том Что все-таки Наверное Поле Скользковатое Не исключено Что и дождик Но я не берусь На все Сто утверждать Я не В Турине А вот Я нахожусь Здесь На восьмом Этаже Нашей Нашей Студии Смотря на Каком лифте Подниматься Поэтому Можно Говорить И на седьмом Этаже Ну так вот Я здесь Нахожусь А посему Могу только Сказать вам Что Примерно Градусов 15 Тепла Сейчас В Турине Ну Турин Все-таки В предгорьях Вот здесь Может быть Немножко Иной Климат Здесь Сто Небольшим Километров И до Червини До Сестриеры А может быть Даже и поближе Уже найти Можно Те самые места Которые Уже Славятся Своими Горнолыжными Трассами Так что Не станциями И курортами Будем Говорить До Осты Недалеко А потом Через тоннель И там Уже Хотите В Швейцарию Хотите Во Францию Все рядом Поэтому Здесь Такой Свой Климат И 15 Градусов Примерно Тепла Так что Если был Дождик Вполне Все нормально Нарушение Предложивший Сумасшедший Сход Темп И Надо Отметить Что Монтелло В отличие От предыдущей Встречи Он не был Даже В запасе Против Лацио Сейчас Он в резерве И не рискнул Его Капелло Поставить Пару С Батист Батист Тут Наверное Все Таки Жизнь Заставит Его В конце Концов Выпустить Монтелло А Кого Заменит Ну Чаще Он Это Делает Применительно К Монтелле А Может Быть И какой То Другой Вариант Оставить Троих Нападающих Потом Когда Выйдет Монтелло Может Заменит Кого-то Из Хавбеков А пока Давец Не прошел Давец Отмечают Как Очень Активного Игрока И так же Как И в матче Против Лечи И в других Играх Работает Изумительно Совершенно Надо отдать Ему Должно Но Вот С моей Точки Вернее Я Выскажу Исключительно Своё мнение Он Всё-таки Игрок Центра поля И Слегка Перебарщивает С дриблингом И обводкой В ущерб Своевременному Пасу Но Подчеркиваю Ещё раз Игрок Конечно Классный Левой ногой Владеет Безукоризненно И плюс Ещё К тому же Выполняет Колоссальный Объём И скоростной Работы В том Све Вот удар С дальней дистанции Прямо в руки Ван Дерсара Был небольшой Рикошет Ван Дерсар Бросил мяч И вот Давец Мячом Его атакует Алдаир Толкает в спину Нарушение правил 2-0 Переди Ювентус Матчи Против Ромы Ну Может быть так Ловя какие-то паузы Я буду вам Сообщать Результаты Других матчей Уже Сыгран Практически Весь 29-й тур Вот осталась Последняя игра 2-0 Переди Ювентус Матчи Против Ромы Супер матч По значимости Да Я думаю Что он таковым Будет И по содержанию Игры Уже так Чувствую По этому Не потому что 2-0 Уже счет открыт Довольно Приличный Для игр Таких команд Но Игроки Какого качества Надо отметить Ну так вот Я буду вам Сообщать Результаты Я думаю Что Какая-то часть Нашей публики Постоянной Уже Информационные Выпуски Смотрела Слушала И знает Как сыграли команды В 29-м туре Начавшемся Еще в субботу А мы Транслировали Еще и матч Бреши Лечи Вы видели Какую блистательную Вот опасный момент Ликвидировали Да Так вот Какую блистательную Игру Выдал Роберто Баджи Забивший 3 гола Ну так И потом Сообщали Подчеркиваем Из своих Информационных Выпусков А кто-то Вот только что Как говорится Из-за города Сдач Подтянулся Как раз Именно К этой игре Я знаю Своих многих друзей Которые Занимаясь Какими-то Своими делами В этот выходной день Мне говорили о том Что надо все успеть С тем Чтобы поспеть К началу Трансляции На футбольном канале Матча Ювентус Ну так вот Пока игра В центре поля Мяч уходит Как вы делаете Напомню Что в субботу В Болонье Удинезе Сыграли в мяч Оливе В Болонье Альберто Удинезе Отличились И забили По голу Мяч Я 1-1 В Бреши Лечи 3-0 В пользу Бреши И 3 гола На счету Роберто Баджи Потрясающе В форме Великолепно Играет И забивает Постоянно Интера Таланта 3-0 2 гола Канделя 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 Дальвеки Не пускают По левому По левому флангу А вот Оказывается В чем Вся штука Потянул мышцу Дальпьера Задней поверхностью Бедра И жалуется Это Конечно же Неприятно Я скажу вам Любое Поврежение Растяжение Чуть-чуть Даже боли В мышцах Неприятно Разумеется Банальные вещи Говорит Павел Вот разумеется Но В таких ситуациях Не усугублять Бо следовало Дело Может выйти Тресекей Или Ковачевич Сейчас я посмотрю Да И тот и другой В запасе Мил Может появиться Или Конте Там уж как Решит Карло Анчелоти В этой ситуации Ведя 2-0 Отработать Замену Да Все в порядке Вроде Выбежал на поле Дель Пьерро И С мячом Хозяева И Зидан отпустил Мяч Как-то неожиданно Даже Такенарди Получил Желтую карточку За умышленную Игру рукой Остановил мяч Сознательно Улучшил дыхание И вот Видите Какой пас Тотти сделал А Такенарди Сыграл Умышленно рукой Желтая карточка Немедленно 2-0 Карло Анчелоти Алдаир Пас на левый фланг Дель Векио Против Тудора Тудор Дель Векио Борьба за мяч Падает Дель Векио Очень хочет 11-метровый Но Стефано Браски Его игнорирует Как класс А посему Кафу Продолжает Так Прострельная передача Прострельная передача И что же Он имеет Спросить За что И почему Получил Объяснение Еще Во гневе Дель Векио Крупным планом Мы его Хорошо Рассмотрели Хотя И так Знаем Его Очень И очень Даже Хорошо В общем Это было Видео Фото На память О Дель Векио Слечом Давец Песото Рвет Слева По Левому краю И там же Сразу же Атака И гол Это по инерции До свистка Арбитра Там поднят Был флажок Оффсайт Рванул Песото По левому флангу Вот смотрите Но Во всайде Явном был Игрок Левенкуса В момент Передачи Мяча В момент Удара Может быть Даже Вот налево По диагонали В этой ситуации Было бы Правильным Для Продолжения Атака Зебина Пас назад Антониоли Расстановка Игроков Уже Традиционная В составах Этих Команд С Учетом Выступления Тотти И Зидана Это те Игроки Которые Обозначены Единичкой В схеме Они связующие Звено Важное Между Линией Атаки И Хавбеками То есть В Ювентусе Между Дель Пьеро И Филиппо Инзаги А В Роме Это Батискута И Дель Векю Это Тотти Тотти Зидана Ну и далее Это все Так сказать Хавбеки 4-3-1-2 Вот по такой схеме Играет Обе команды Мяч В центре Поля У Ромы Пас по правому Флангу Никто Пока Его не встречает Он даже Устает Это Томази Неважная Обработка Но тем не менее И вот Результат Так что Тем не менее Опускаем Потому что Мяч у Песотто Песотто Пасует Штрафную Оффсайд У Инзаги Ну Типичная Манера Инзаги То что он Будет там Частенько В этой ситуации Находиться В офсайде Это совершенно Тоже нормальное Явление Он играет На грани Вне игры И на этом Попадаются Многие команды Тут даже Не надо было Проводить Вот эту линию Дающие нам Полное представление Что Инзаги Действительно В офсайде Там и так Это было видно Но все равно Это хорошо Что вот так Работает Техника И все Нам объясняет Самуэль Молодой И очень талантливый Центральный Защитник Канделя Канделя И Алдаир По диагонали На Кафу Томази Кафу Томази Борьба За мяч Зидант И свисток Арбитра Нарушение Правил Томази Остался В конце Мяч И как дальше Будет развиваться Ситуация Иногда Иногда Вот он Свистит И В общем-то Правильно Жестко Показывает Что он Клеч Не прощает Но получается Иногда В пользу Продолжаем Наблюдать За игрой Попытка Пройти по центру Не удалась Тут Смистили Все И вот Антониоли Ошибается Неожиданно Видимо Все-таки Сквозь Мяч Отдавит Словно Почувствовал Помчался На вратаря Впрочем Даже Не его Это дело А в бег И дальше Нежели Заги Отворот И тем не менее Ну У Антониоли Были уже Подобного рода Выходки Какие Вот это Вдруг Он начал Выбивать Поскользнулся Неожиданно Значит Поле Мокрое Грязное Вязкое И посему Он не устоял И едва Вот таким Вот образом Рикошетом Мяч не улетел В его же Собственные Ворота Рикошетом От ноги Давился Кристиано Занетти Кстати Очень прилично Отыграл матч Против Лацио И был Отмечен Как Весьма И весьма Полезный Игрок Он был И в обороне Достаточно Надежен И Кроме того В подыгрыше Тоже Ну Я у Лацио Отмечаю Еще в обороне Очень талантовый Игрока Ну Так Занетти Этот игрок Уже более Известный И Наверное Должен был Раньше Действительно Полный Голос Получить Постоянное Место В составе Но Но Не Всегда Который 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 С мячом Он Конечно Потерял Этот Акенарди Мяч Мяч Из-за Боковой Наверное Будет бросать Все-таки Футболисты Рома Да Я вижу Противоположные Трибуны Пас Назад И Подача В штрафную Давец Здесь Вовремя Оказался Алдаир Ошибается Игрок Между прочим Матч Против Лацио Я восхищался Его пасами Что левой Что правой Ногой Изумительно Исполнявшиеся Передачи Невольно Давали Пищу Для Концентрации Именно На нем В такой Вот Игре В таких Действиях Как Пример Для Подражания 2-0 Тудор Не успел Ключить Тотти Против Игоря Тудора Снова Смечем Гости Набрасывает Мяч На Мин Направлении Батисту Не дошел Мяч Давит Но Тут В борьбе Он Злостью И непримиримостью Может поделиться Еще с двумя Тремя Диагональ На ход Нет Опять Игры Естественно Им Сзади Судя Конечно Боковые Лайсман Это тоже Профессионалы Ассистенты Как угодно Их можно Называть Помощники И так далее Синоним Много Есть Точное Определение По Футбольным Правилам Но Это опасная Игра Естественно Свободный А это Тот самый Ассайд Да Но Они изучают Тоже Стиль и Манеру Игры Команд Отдельных Игроков И естественно Настраивают Себя На Более Внимательную Игру Работу Вернее На линии В таких Случаах А может Это тоже Игра Работа Суды Нарушение Против Тотти Мяч В игре Рома С мячом 2-0 Переди Ювентус Мяч Скользит По траве И уходит До Скользкого И потому Как бежал Батистута Он тем самым Еще и подчеркнул Итак Мяч вводят В игру Я остановился На результате встречи Помните Интер Таланта 3-0 Два гола Забил Ели Один Рекоба Лацио Барри 2-0 Не Креспо Отличился В этой встрече А дважды Верон Причем все это было Пенальти Но 21-й мяч Верона Фьорентино 2-1 В пользу Вероны Сальвекти Итальяно И Кьезо Тот самый Который Преследует Тоже Одиночка Преследует Андрея Шевченко Отличился Веченца Реджина Веченца Выиграла 2-1 Очень важный Матч в борьбе За выживание Марацин И Два гола На счету У победителей Замки Причем все три гола Во втором танке Вот такие дела В этом туре 29-м Который разрешается Матчем Ювентус Рома Ювентус Начал Вы помните Действительно За здравие Закончит ли он С таким же настроением Впереди Много времени Печальные примеры Имеют место И недавний Рома Лацо Когда Рома выигрывал 2-0 И пустила победу Здесь Рома Проигрывает А Ювентус Пока впереди 2-0 Но Рома не будет сдаваться Это естественно Будет биться И вот тут-то Важно Как поведет себя Ювентус В такой ситуации Начало было Гораздо Интереснее У Ювентуса Нежели то Что мы видим Сейчас В исполнении Хозяев хора Ну а пока Зидан с мячом Отскочил Кучительник обороны Включает мяч Прошел середину Отдает пас И давит Сюда Мяч возвращает Зидан переводит Его направо На Дель Пьер Дель Пьер любит Там иногда Побродить На фланге На левом На правом И вот Навес Ну и здесь Поуверенней Должен было бы Играть И Антониоли И Зебино Ну в всяком случае Вратарю надо было бы Если бы Идти тем более Что мяч летел рядом Забрать его И спокойно И начать атаку Нарушение правил Против Гафлона Писотто Писотто Сравнишь Писотто Иначе Опять-таки К разговору О том Как работает Стефано Браски Вот так и работает Он строг Справедлив Но Вообще-то Чаще все-таки Следует Букве Закона Нежели дух Управила Посему И еще часто Швистки Но Тем не менее Виком-то Прав Все равно Хотя Вроде бы Такенарго Сыграл Правильно В мяч А уж потом По инерции Задел ногу Все определяет 30 минут Сыграли команды В первом тайме Набегался уже Зидан Видите Под градом Фульца Льет Это Самуэль Жестко пошел В отбор В момент приема И Нарушил правила Опасно Опасно И Чувствую Что флажок Арбитра Зажжен Да Вот такие дела Боковой Этот не прощает Инзаги Никак Он его ловит Все время Внимательно За него Смотрите На ней Игры Явно Все правильно 2-0 Впереди Ювентус Канделя Отобрал мяч Не успел Утес Такое Столкновение Дельвектио И Юлиана Получает Желтую карточку Стефанок Браски В деле Ну-ка Вы знаете Столкновение Столкновение Важно Так же Как и умение Просто Пробросить Скажем Обвести Соперника Убрать Мяч В сторону И не дать Себя Сбить Это Очень важный Момент Потому что В этой ситуации Он может сразу Отыграть Бросившегося Ноги Игрока А тот Лег И упал Прилег Как там Будет Уже Ему удобно И тут же Ты уходишь От такого Он отыгран В каждом Конкретном Эпизоде Здорово сыграл На встречном Движении Поймав Зибин И пробросив Мяч Между ног Но Зибина Такие вещи Не прощает И никто бы На его месте Иначе бы Не поступил Потому что Каждый В таком случае Себя Считает Обыгранным Некорректно Естественно Тут же Ставит Корпус Или руками Останавливает Идя сознательно На нарушение Правил И на Желтую карточку Да Несколько Игра Утратила Свой блеск А начало Было На мяча Еще Много Выкрыто От того Что Быстро Были забиты Два мяча И одна Из команд Которая Ведет Уже Иначе Начала Вести Себя В игре Иначе Работает Свечом Иначе Играет В пас Иначе Двигается Это Они Может быть Неуловимые Поначалу Моменты Но Они Тем не менее Накапливаясь И вот Приводят К такому Уже Методу Введения Игры А к тому же Еще соперник Который Иначе Нечего Нечего Керять Тоже Естественно Меняет Характер И стиль Игры Проявляет Боевитость Неуступчивость Еще Большую Как бы Извиняясь За то Что пропустил Два гола И игра меняется здесь тоже есть свой смысл свой шарм если хотите и вот видите обработай ну забивай батистута да наверное ему удобнее было с ударом подъемом бить поворотом а может быть внутренней стороной стопы щечкой вот посмотрите набегает батистута и вот да нет оказывается он все-таки я прав вот выбрал этот способ удара и он оказывается нанес просто вот в той позиции это было не сразу видно и создалось впечатление что он был правильно но наверное все таки его смутил защитник который почти сидел и на длинном шаге он к тому же подходил в общем неплохо провели вот ту самую несколько десятков атаку который разобрали футболисты ровно перевод мяча на противоположный фланг и поставить свою команду не удались сепина это сделал появился в кадре ошибка тоже ошибка давит пас сразу разрез и чуть ли не по своим показалось нам всем самуэль отправил мяч от греха подальше своей штрафной озабоченные игроки ну скользкий мяч мокрое поле и вот видите что вышло в итоге судан тем не менее нас позволяет себе полотерские номера и в этих случаях даже судя по икроноженные мышцы мазал кафу по моему сопернику да было слегка было что было то было пабель двинул правый хавбек 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 ромы все нормально боль пройдет сейчас она утихнет зидан мужик а тем временем штрафной тотте там тоже управляет процессом вот он как раз успевает подставить ногу и вовремя тут и дельвекиот но до токи мяч не дошел давит закладывает финт и пас играет вовремя бей поворотом хорошо все вовремя так и нарди у него хороший удар прикладистый да вот но он чуть-чуть не дошел опорной ногой поэтому мяч тем выше и пасами и под как бы снизу получился да мяч за боковой мяч за боковой играет играет где-то в центре располагаться то базе кафу зипи на хорошая связка направо фланги угробы так же как и на левом там канделя дельвекио и в атаке элемент вот видите где оказался на канделя подстраховывая своих это по эпизоду он вернется на свое место туда на левый знак а а а а а а а а а ведь ну такой треугольник не получился и мяч снова покинул пределы поля 1 мази 2-0 по руке у вентус первая половина встречи ну в общем то один опасный момент с участием дельвекио и батистуты которые мы разбирали больше акцентирую внимание на способе удара выбранным батистутой вот и пока что все все что мы запомнили в исполнении ромы немного для того чтобы попытаться хотя бы один мяч отыграть сократил разве щеки и немножко вдохнуть энтузиазм еще ну свою игру пока в андерсар вводит мяч в игру да быстро сделал счет очень быстро сделал счет ювенто в течение одной минуты забил два гола пока приходили в себя игроки ромы получился удался удар зидану и тот послал второй мяч в ворота в ворота антонио пас вперед офсайд снова на этот раз у дель пьер а зидан отскочил назад сзади переместился на левый фланг а на месте центральный подачи оказался дель пьер ну теперь зидан видите выдвинулся вперед как бы обозначая прессинг во всяком случае мешая побыстрее начать эту атаку и в итоге ошибка футболисты ювентуса с мячом давит передача 500 на месте левого края последует на противоположный фланг например дель пьера там замбротто носятся между двух мячится не получается у него отскакивает на место чуть ли не права уже защитника канделя активен в атаке и мяч за боковой Занетти вот канделя Занетти Дельвекио вот эта троица там а троица справа я уже говорил и дали немножечко почувствовать вкус к игре Вандерсан непонятной передачи невнятной потому что никто там не открывался в штрафной площади из игроков красной формы Зибиро Томази Давидс Давидс Томази это тоже интересная дуэль пас на правый фланг Роновата будет сделан пас будет борьба там естественно Самуэль Дель Пьера и оп Дель Пьера я сказал извините это Инзаги да так вот я сказал роновата почему потому что еще маленькая бы пауза что Инзаги набрал большую скорость и вот тут то уже совсем не взбивал так он помещал тут за боковой цамбротто ввел мяч бросив его Зидану Зидана отодвинули от мяча по правилам пас налево Дель Веккио Дель Веккио оказывается давит вездесущий бежит быстрее просто-напросто обокрал соперника конечно мокрое поле но суп коррективы при передачах мяча и при триблинге ну вот посыпались оплошностью Замбротто падает не без помощи соперника Канделя пытаясь подобраться к мячу там нарушал правила потом еще Дель Веккио отошел побежавший помогать в конце концов свалил игрока в такую погоду штрафные пусть даже и с угла Зидан 26 метров до центра стенка левый угол разумеется закрывает Антониоли удавится хороший смачный удар если поймает как следует мяч на ногу как бывает на ракетку мне очень подробно Дмитриева объясняла что дальше поймать мяч на ракетку ну конечно не при так же передаче мяча все ждали давится а это был токенан мяч рикошетом улетел рикошетом улетел на угловой а Антониоли и в том случае земляч был готов его отразить стопроцентная гарантия улетел а пока ассистент а тот поднял сложок из-за боковой Дювентус выбросил и потерял мяч но Писотто тут помешал забил в атаке в атаке ничего нету рома значит надо выпускать монтеллу побегал там слегка на левом фланге и Дельвекио но кроме одного такого паса и наскока Батистуты ничего не было по сути дела ну вот Санетти и Давец минуту добавляет арбитр ну что ж несмотря на свистки арбитра может быть чаще чем обычно а в принципе а в принципе чего тут придираться в принципе заключением там одного случая какого-то давшего нам возможность поразмышлять на тему вообще как работает это его стиль Стефано Браски остановок было и многовато по час на единицу времени тем не менее всего минуту добавил арбитр 2-0 2-0 2-0 вот с таким счетом закончат матч в первом тайме Ювентус в свою пользу ну а уж дальше пойдут коррективы с обеих сторон разумеется со стороны со стороны одного и другого тренера Карл Анчелоки и Фабио Капелло разумеется надо что-то делать ну и тут конечно отцы Ювентуса довольны необыкновенно тем что команда выигрывает и короче говоря команда уходит на перерыв и если резюмировать игру то я думаю что начало было явно за Ювентусом ошарашив соперника забив два гола Ювентус сразу же сделал очень серьезную заявку на победу в этом матче но есть еще вторая половина встречи помня о предыдущем матче Рома Лацио прервемся а потом встретимся Уважаемые телезрители футбольного канала НТВ плюс мы продолжаем нашу трансляцию прямую трансляцию на нашем замечательном канале любимым многими 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 ждавшими этот матч болельщиками мы продолжаем эту трансляцию матч Ювентус Рома со счетом 2-0 впереди Ювентус грустный совсем грустный Фабио Капелло это Стефано Браски арбитр главный арбитр этого матча со товарищей начинает второй тайм с центра поля в третий раз в этой игре начинает Рома дважды после того как в течение 2 минуты Дель Пьерро и Зидан провели мячи в ворота лидера и вот сейчас уже так сказать по правилам игры а начинал матч естественно Ювентус вот такие дела в этой встрече и еще давайте посмотрим есть ли замены в составах обеих команд нет если пока нет а даже если бы они были то по правилам уже нашей игры уважая наших болельщиков исключительно для тех кто не с самого начала смотрит нашу трансляцию я быстренько составы команд вам назову Рома Антониоли в воротах 15-й Забина 19-й Самуэль 6-й Алдаир 2-й Кафу 17-й Томази 4-й Санетти 32-й Канделя 10-й Тотти 18-й Батистута 24-й Дельвекио Фабио Кателло главный тренер нарушение правил а вот Монтелло появился вот видите Монтелло появился значит нам надо определиться вместо кого ну так по ходу определимся определимся я думаю ничего страшного в этом не будет я ну все таки полагаю что нам хватит времени для того чтобы увидеть кто ушел в поле а вместо него появился с самого начала во втором тайме Монтелло нападающий острый забивной паре я полагаю с Батистуни так вот Ювентус а может быть посмотрим вот этот эпизод давайте проще посмотрим навесная передача свисток опять судьи там офсайд итак в Андерсару Ювентуса в воротах тут Дор 5-й 13-й Юлиана 4-й Монтеро 7-й Песотто 23-й Замбротто 20-й Токенарди 26-й Давидс 21-й Зидан 9-й Инзаги 10-й Бел Пьерро Карлон Челатти главный тренер Фабио Капелло покинул скамейку вышел сюда еще что-то уточнить но мы не видим что он там уточняет мы видим как Алдаир играет с Анетти мяч в поле Тотти ставит корпус Анетти по месту левого крайнего передача Батти Стутти но я полагаю что нет Дель Веккио хотя я все таки думал что Дель Веккио оставить а вот Хавбека заменить но это так сказать взгляд со стороны а там виднее и знаний своих наверное игроков больше разумеется и поэтому вот та замена вот такая какой мы ее видим а пока что пас Алдаиру Алдаир ошибается с мячом Ювентус побыл немножечко тоже потеряли и удар вперед это Монтелло Батистутто борьба за мяч за Нетти еще борьба Кафу сейчас остановит его под левую ногу правой правда отдает можно и левой было но тут как удобнее Томази Самуэлю Самуэль в ногу прямо Тотти Тотти и Кудор Харва так подчеркнуто отскочил пытаясь высагонить штрафной в свою пользу номер не прошел судья не поверил и удар назад в штрафную Антониоли Голы забиты были для тех кто с самого начала не смотрел только-только Дель Пьеро и Зиданом на шестой минуте в течении шестидесяти секунд пока приходили в себя футболисты Ромы размышляя как же все это произошло случилось что вот так быстро сделали результат первые футболисты Ливентуса получили мяч второй правда во втором случае сплоховал Антониоли и в итоге 2-0 а потом уже пошла такая позиционная вот другим собственно говоря я не объясню понятием то что мы видели уже далее в первом тайме пошла вот такая вот игра и один момент пожалуй был более-менее острым Ромой когда Батистута бил но и защитник успел ему так сказать слегка помешать и Батистута ошибся ну видите как Алдаир держал Замброту за майку в конце концов и свалил его хотя вроде бы сыграл и в мяч но до этого он активно держал за футболку соперника судья давал возможность от Замбротти вырваться и убежать но в конце концов был остановлен игрок Ювентуса и Зидан выполняет штрафной Алдаир отбивает тут еще какая-то борьба за мяч обозначается удары давится еще один удар мяч мимо пролетает удар от ворот Антониоли будет спешить Замброт запомнился в первом тайме тоже ударом с дальней дистанции и отбил мяч двумя кулаками Антониоли потом был еще удар дальний Токенарги но он чуть не подошел к мячу опорной ногой поэтому мяч полетел выше ворот хорошая позиция была то есть короче говоря он мог сделать то что сделал Зидан приложился как следует Антониоли еще и гадал и пропустил Давец задержали Давец штрафной удар даже вынули порток футболку вот так это Кафу в попытке раздеть Давец судья простил Кафу пас направо Кафу если задумал Кафу можно перевести мяч вот сюда на Канделя то конечно он был бы молодец атака удар по воротам скользкий мяч атака продолжается удар вдоль ворот это Батистута тут как тут оказался он на добивание шел но мяч отлетел в сторону от Вандерсара поэтому правильно совершенно наверное поступал Батистута простреливать вдоль ворот не глядя угловой разыграли ну пока так не спеша осмотрительно играет Ювентус постараюсь подержать мяч поскользнулся Давидс страдает в игре с мячом в игре с мячом я бы не останавливал игру я бы заставил обязательно Давидса подняться и не не страдать так уж отчаянно я вам клянусь я вот видел сейчас этот эпизод который только что нам показали сейчас повтор когда Вандерсар отпустил мяч от Батистута уже не глядя прострел с поворота вдоль ворот а почему Вандерсар не перехватывал мяч в броске это его обязанность вот это я объяснить не могу так вот все в порядке у Давидса а тем что он валялся на поле он сорвал атаку Ромы ну естественно последует джентльменский ход ну хорошо молодцы не куда-то там за боковую как бы как-нибудь начинайте ребята как можете а вот именно в ту точку отдан был мяч который собственно говоря который застал валявшийся Давидс Рома владевший мячом в атаке Ювентус Дзамбротто рядом с ним Канделя пас назад на штраф сильно мяч отскакивает Зидан не успевает Кафу раньше у мяча там Томази был Томази падает не успевает Зидан получает мяч от партнеров пас в одно касание передача пятка и все как здорово это Ювенту это Ювенту с начала матча когда бы он забил на шестой минуте первый мяч но и между прочим мы видим что и Рома прибавила в движение накачали тренеры как следует футболистов психологически в перерыве то выпустили еще Монтеллу реактивного так что я думаю что тут что-нибудь может и произойти но не будем забегать пока 2-0 пока забили смешок пас за мной удар вперед слишком сильно и Ван дер Сан так что ты веки отдыхай Монтелла в паре с Батистутой не раз я говорил о том что Монтелла очень хочет играть с Батистутой и лавры бомбардира выдающегося Батистуты не смущают Монтеллу Ван дер Сан Песотто Давец Зидан слишком откровенно но и хорошо что мяч отлетел к своим Монтеро играет направо Тудор Наката войдет сейчас на поле Японец играющий хорошо в пас а тут как-то недавно забил гол просто великолепный из подачи Кафу просто великолепный Батистута увел защитника Кафу перебросил мяч дальше туда налево и внутренней стороной счетчиком так просто народно говорит в дальний угол четко исполнил удар отправил мяч Наката может усилить атакующие действия и кое-что еще лучше организовать у Ромы потому что у Тотти не очень все это здорово получается Тотти Зидан Зидан явно сильнее не потому что забило просто по видению игры а пока что Ивентус идет вперед удар с дальней дистанции мимо ахнула публика этот Замбротто такие вещи у него иногда получается ну скажем даже больше он это умеет и вот не успели ему даже помешать и смотрите в направлении верхнего угла как пробил вложил ярость всю в этот удар Замбротто и вот тут же он опять уже вступает в борьбу и два ноль ну а вот то что мы на переднем плане видим теле плюс это наверняка персональный телевизионный канал Ювентуса то что когда-то мы предлагали между прочим Спартаку песок уронили на поле штрафной Дель Пьеро сбили с ног так считает Дель Пьеро Стефано Браски думает иначе и подумал и принял решение пенальти не давать и желтая карточка Дель Пьеро за неуважение неуважение к арбитру несмотря на то что ты капитан ничего не выйдет вот ну-ка еще разочек давайте так вот я вам скажу что Дель Пьеро я ставлю двойку с минусом за поведение халтурил по полной программе и абсолютно прав Стефано Браски он наказал Дель Пьеро за разговоры а надо было наказать за то что он схватил вы видели руками за футболку кафу тянул ее потом сам свалился и начал еще есть еще покруче выражения я естественно избегаю их ну в общем короче говоря судья абсолютно прав а я мягко скажу клянчил не по-мужски у Стефано Браски пенальти дель Пьеро или даже штрафно скажем так а сон сао а сон сао две замены сразу два хавбека атакующего плана в составе ромы жизнь заставляет капелло играть уже совсем в другую игру другими игроками вот кого же он заменит это уже интересно два атакующих павбека выходят на поле получил по ногам Тотти от Юлиана но в пределах допустимого атаку на беду просто на подхвате и так уходит Тотти Тотти вы помните мы сказали о том что Тотти не проявил себя в роли а-ля Зидан вместо него Наката пишем Наката вместо Тотти авторитет Тотти заменен на Накату накатит ли Наката а сон сао я что-то не заметил Занетти да двух хавбеков Занетти пошел отдыхать так Занетти Занетти ушел и вместо него Асунсао три замены в составе Ромы как они стояли вот в списке запасных я получил Асунсао Наката Монтелло ну еще это оставая Ринальди де Франческо Монгоне но это другая это другая песня Дель Кьера бросает из-за боковой и он же с мячом пас поперечный еще один такой же а теперь вперед на убой вот Наката и вошел это уже давай пробежимся раньше будет у мяча Антоньер Небольшое затище это Зебина Кангаля Наката пас в Батистуте это как передача называется передачей в ногу Юлиана позади и подтолкнул соперника а судья определил что оказывается неправ был Батистута вот что и вызвало улыбку хотя по большому счету наверное все таки защитник подталкивал нападающего поровну владеют мячом по времени футболисты обеих команд этот фактор выровнялся уже потом после того как забиты были мячи а поначалу первые 6 минут Ювентус так терзал ром что тут этот фактор наверно мог быть еще таким если бы так дальше продолжалось но то все верно технично был сброшен мяч в руки ван дер сару тудором в такую погоду в престольском мяче в мокром поле это опрометчиво но в то же время нельзя не отметить уверенность с которой выполнен был этот прием ван дер сар 2-0 впереди вентус любой бы на его месте не спешил и сыграно немножко случайно но удачно и замбротто против канделя удар удар поворотом это был удар поворотом не получившийся у дель пьеру алдаир задел ногу нападающего ювентуса извинился и все нормально юлиан давился пас назад ну такой метод с тем чтобы сбить энтузиазм соперника и рома все-таки предложила темп повыше нежели она демонстрировала в первом тайме с первых минут второго это лучший вариант вот такой вот подержать мяч пасуя его друг другу с отдачей назад а там посмотрим Давидс нарушил правила против мантеллы браком на пасуя поднял по мячу На Кафу. Томази ввел мяч в игру. Спешит Рома. Спешит, спешит. Но спешка может перейти в суету. Самуэль. Два сайда не было. Тудор в отборе. Просто хорош. Дель Пьеро досталось. Выпрыгнул Самуэль на спину. И показывает он, что Дель Пьеро нагнулся. А потому так все и получилось. Вообще Самуэль так немножечко рьяно напал. Излишне. А вот там Ди Франческо вы видите. Вот держится за лицо рукой левой. Но замены уже все состоятся. Это Рома. Вы знаете, так говоря шахматным языком. Миттельшпиль Ювентус переведет игру. А там будет уже и концовка. Надо выколотить напрочь этот энтузиазм из соперника, чтобы он так особо не суетился. И Ювентус в данной ситуации поступает совершенно правильно. Но тем не менее, ни в коем случае нельзя впадать в некое подобие успокоенности. Дескать, игра сделана, потому что Рома может наказать. А вот оплёшли Зибины. А Инзаги, наверное, исходя из ситуации, поступал правильно, идя в обводку. Но не удалась она, потому что всё-таки Самуэль игрок цепкий. Вот, обратите внимание, нечёткий пас. Инзаги раньше у мяча, но рано начинает идти в обводку. Ему не поверил Самуэль, а потому и он его не уложил. Инзаги как следует в противоположную сторону. Рукой задел лицо Инзаги. Зибина. Кафу. Не поняли друг друга. Пас не до дачи, а игрок остался на месте. Был поэтому мяч перехватен. Зидан. Снова Зидан. Снова Зидан. Пока один. Пас налево. Песотто. Песотто в окружении соперников. Пас придавит, удавит. Кокинар, кокинар вперёд. Попадает в ногу. Немного не опрометчиво отдавал мяч. И слишком очевидно. И потом опрометчиво. Ну что там. Монтелло. Да, Монтелло. Пас на противоположный фланг. Томази. Канделя. Ох, как ловко он это сделал. Алдаир. Зибина. Такие передачи позволяют Ювентусу сосредоточить и более внимательно силы, и более внимательно отработать в обороне. Вот посмотрите. Точно. Сказанное подтверждается наличием игроков в Ювентусе в своей штрафной площади. Позиции все заняты. Лежать некуда. Значит, игра столь. Да. Давидс. Зидан. Пас в разрез. О, так. Где-то Антониоли. Молодец. Вот тут чего не скажешь. Что он не скажет. Здорово отыграл в ногах вот замброд и голкипер. Ну, то, что попало по рукам, это уже, так сказать, издержки производства. И к тому же чисто той самой спортивной формы, которая надета на футболиста. Томази. Атака в момент приема удалась футболисту Ювентуса. Тут кто-то возится, там, скажем, в Зидант, похоже, да. Это Томази в борьбе с ним. Зидан тоже руками пытался придержать его. А это выход замброды и очень удачный бросок в ноги. Антониоли, смотрите. Как раз, я каждый раз подчеркиваю, вы слышите, знаете, что это классический тот самый вариант руками вперед, который надо только приветствовать. Это и есть настоящая работа вратаря. Зебина. Рукой сыграл. Ну так, вроде бы все собрались в страшной площади и можно подавать. То же самое, но вне игры. Как был забит мяч Дельтьеро. Но сюда Тудор пришел, а он мастак в этих делах. Высокий, прыгучий, но уж храбрости ему не занимать. Хорват в этих делах играет великолепно и гол забил. И не один в таких случаях. Да, я просто засмотрелся на эпизод и забыл закончить фразу. Бывает. Ну вот тот эпизод. Смотрите. Навес и вот судья определил сразу двух игроков и положение в линии. Ну и потом удар был прямо в руки. Наката. Наката видимо указанию Капелла обосновался на левом фланге в линии Хаффбеков, а Асунсау в центре. Ну в общем пока что эти два парня себя особым ничем не проявили. Томази как был там главным действующим в линии Хаффбеков так и пока остается. Вот он мяч получает, правда в одно касание дает чужому. Хотя он умеет разумеется играть и лучше в пас. За это его и за активную вообще игру и пригласили в сборную. По пятке слегка ударил давиться Кафу и тот упал. Может быть и нечаянно. Иди доказывай арбитр. Песок был. Все передачи пока идут к борьбе это Энзаги на левом фланге. Упал. А все передачи часто им почему-то в ноги в ноги в ноги в борьбу и ты уж получай мяч а там как можешь выбирайся. Хотя другие адреса нечаянно. Ну вот сколько нарушений правил было. 25 и 16 и вот Зидан. То же самое но очень сильно. Когда вот так Зидан исполняет вот просто даже как и хочу сказать не верю. Его самому по-моему ужасно это все смущает когда вот так получается нехорошо. Антониоли ввел мяч в игру. Токенарди Томази борьба за мяч Зидан а свисток зачем? Вот то самое о чем я рассуждал в первом тайме. Вы помните не возвращаясь больше к теме все правильно нарушение явное но подожди обещал не распространяться на эту тему не возвращаться и невольно едва не затеял этот опять разговор. Мяч в игре забыли. Песотто тут покрутился отдал мяч Зидану Замброд открывается получает мяч на ката пытается ему что-то то ли помешать то ли лишить его пространства просто-напросто помешать значит отобрать мяч Зидан Замброд нельзя вне игры вне игры слышали вне игры нельзя Замброд говорят же нельзя вне игры поле не видит подчас Кафу Кафу да все правильно штрафной верно игра в стенку отдавит скорпус ставит ну там наверное Алдаир должен быть я так думаю да вот Алдаир тут разбегается но до него мяч не долетает Самуэль ну Самуэль тоже в таких ситуациях бродит в штрафную соперника но на этот раз застрял в центре обороны а это что тут Томази Канделя Замброд Токенарди Дель Пьеро Токенарди нарушение правил но местная публика тут такие вещи не прощает шумом выражает негодование а Канделя хлопотал горчичный Вансен Канделя игрок конечно великолепный это Токенарди Замброд послует Токенарди тот в одно касание у игрока из-за боковой Ювентус выбрасывает 2-0 впереди Ювентус замена в составе Ювентуса сейчас посмотрим кого выпускает Карл Анчелотти ну свежую струйку надо было наката на ката не обыграл Замбродто и пас по правому Минзаги голова внизу рассмотрелся и ботинки и мяч и потерял мяч наката Кафу Зибина Самуэль Алдаир Ганделя наката ну пас назад или вперед вперед все-таки нашли вперед хотя можно было отдать Асунцау через Асунцау я не защищаю свою позицию это видно было отсюда потому что пас Мантеля в ногу а на ноге игрок ну так уж получилось что и все-таки гол а наката забил в общем-то он как бы опротестовал мои размышления ну вот так уже и вышло но по канонам а игра это не канон и вот счет 2-1 наката забивает красивым ударом мяч в правый отвертая угол посмотрите с какого расстояния а Ван дер Сар далековато вышел из ворот тянулся двумя руками все это было очень красиво и гол 2-1 впереди Ювентус а время еще есть Дель Пьера уходит с поля Конте выходит это Хавбек Унзаги остается один Хавбек Конте значит надо защищать надо наверное раньше это было сделать но правда если бы там была остановка игры ну вот так получилось что потеряли мяч в ювентусе когда там закопали слегка игроки и метров примерно с 30 со скоростью 108,7 километра в час наката загнал мяч в угол 2-1 вот возвращаясь к тому эпизоду не защищая я не боюсь ошибиться ни в коем случае но отнюдь не защищая свою позицию когда я размышлял на тему кому бы должен был отдать Асумсан в классическом варианте пас Монтелли был пас на потере мяча и так и случилось но в свою очередь ювентус потерял мяч и в итоге образовался разрыв и в итоге потерявший мяч ювентус не вовремя выключились защитники потому не встретили наката наката удачно пробил что-то похожее было в том случае когда и Зидан забил второй мяч в итоге 2-1 природа игры природа объяснит ситуацию природа попытка объяснить ситуацию и природа игры в эпизодах из которых соктаны все ткани игровых ситуаций ну вот что-то похожее на предыдущий матч Рома Лацо и сколько же добавит тогда судья те самые 5-6 минут которые были добавлены и когда Лацо отыгралось или меньше хватит и того добавленного времени и оставшегося до того Роме чтобы восстановить равновесие 2-1 Кафу конечно энтузиазма гол добавит а вот Ван Дерсар вылетел отбил кулаком в направлении соперника Сунсау посылает мяч Канделя Канделя в однокасание налево накатит накатит в штрафную площадь успевает подать опасный момент вот тут-то сейчас и проявится характер возможности команды которая вела 2-0 Юлиано страдает что-то там у него с голеностопом это с головы Батистуты снял мяч Ван Дерсар и выпускает на поле Ковачевича Анчелотти да надо немножечко оттянуть так сказать как соперника от штрафной площади и не защитой а нападением усилить атаку иначе дожмут это вы видели уже игроки там этот Кутоке по-моему вышел и что-то там пытался подсказать Юлиано покинул поле в меньшинстве играет Ювентус а может быть Юлиано надо заменить а кто же тогда отойдет назад что-то заметался Карл Анчелотти ну-ка ну-ка кого кого и что да наступает момент истины в матче а Феррара между прочим выходит защитник готовится в эти вместо 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 Юлиано разумеется Феррара вместо Юлиано Конте он в игре Инзаги уходит выходит Ковачевич вот такие замены вместо Юлиано выражено Инзаги меняет потому что нужна еще свежая струя в атаке и плюс Конте должен сцементировать еще что-то сцементировать в середине поля сцементировать вот в этой маленькой такой неразберихе игровой когда производятся замены когда происходят вещи которые тоже игровые и которые поставлены на то чтобы поставленное уже на карту сохранить поставленное на карту судьба матча Ковачевич Стефано Браски вынужден вмешаться и выйти на поле и объяснить Фабио Каппелло что вы хотите какие-то вещи четче делайте Фабио Каппелло конечно там уже все замены произвел но ему подсказывают что ты там не мешай уже и не выходи за техническую зону да замены состоялись наконец 100 Ковачевич в игре окончание обещает быть очень нервным очень нервным обещает быть окончанием сейчас пойдут навесы борьба за мяч удары вперед Батистута и подальше от своей штрафной нарушение правил свободны наверное потому что Батистута поднял опасно ногу и вот нервничает ужасно Фабио Каппелло свободно видите Стефано Браски поднял руку это Монтеро отбивал мяч а задрал ногу очень высоко Батистута ну поэтому Батистута отходит а Монтеро так сказать похитрил слегка и оставил мяч Вандерсару кто-то умеет в таких случаях хорошо выбивать далеко и вот потеря мяча наката Канделя борьба за мяч очень хорошо отбирает мяч игрок Ювентус Замбротто Зидан Канделя вот здесь как раз очень важно очень важно Ювентусу подержать мяч поиграть в пас опрометчиво не атаковать абы куда не отбивать вот так собрав болю и сознание мысль не спеша не суетясь остудить пыл соперника конечно соперник получил дополнительный импульс тем что забил гол сократил разрыв счетки и вот это конечно его вдохновляет и так 2-1 впереди Ювентус Монтеро отбил мяч и тут же назад вместо того чтобы сказать своим выходите подальше и выжимайте хотя бы на какое-то расстояние от штрафной все окопались футболисты Ювентуса у своих ворот создают глубину атаки это пас на Канделя сделал Алдаир передача на Кате на Ката обманные движения делает но не пробрался к штрафной площади Зидан пас вперед Алдаир сразу же набрасывает мяч в район штрафной площади отбит мяч борьба Давидс подхватывает и контратака Ювентуса Давидс левой ногой и вот то о чем я говорил помните вам говорил о том что Давидс явно увлекается дриблингом обводкой в этой ситуации уходи на правый фланг вы видели сколько там свободного места тяни за собой туда всех защитников хавбеков которые успели вернуться у Ромы назад на свою половину и держи мяч через елика возможно и как это тебе удастся кто-нибудь подойдет ты с ним обыграешься а вдруг может и сам проскошь там свободная пространство в итоге мяч потерян нарушение правил и кандаля с мячом в футболе немало прописных истин которые футболисты должны знать понимать оценивать автоматически особенно вот таких вот критических ситуаций Ювентус сам себя в такую ситуацию загнал столько даже соперников соперник умница молодец не сдается забил один мяч удачным ударом исполнил это все наката и вот теперь получив шанс естественно гости будут биться за то чтобы восстановить равновесие и так сказать сохранить тот самый статус в отношении очков между Ромой и Ювентусом тут Лацио подобралось другой соперник который не дает покоя извечному своему игроку но вот такая ситуация и от нее надо конечно присать как от печки о ней не забывать и вот отсюда все все в этой игре Фабио Капелло иронически улыбается считая что вне игры не было хотя ясно видно что офсайт и теперь Вандерсар на что Феррара так и не вышел а кто же там в конце то концов играл Юлиано все-таки оказывается вышел пока нам тут показывали воевавшего с Капелло Стефано Браски оказали помощь Юлиано он вышел на поле нам показалось что он тут Феррара уже на поле но это издержки уже трансляции оно тут ни при чем так что Феррара вместо Юлиано это вынужденная замена так что она состоялась тут ошибки наши особо и не было только чуть позже Феррара защитник вышел на поле это конечно же естественно оборона и пас Канделя Канделя получает мяч Наката отскакивает на коротке получает мяч от своего партнера и дальше передача на Зыбина Зыбина должен или навешивать или вот пять минут как мы полагали пять минут роковые пять минут передача Канделя Канделя по диагонали мяч попадает в ногу защитника Ювентуса это Тудор Тудор активнее надо атаковать удар по воротам с дальней дистанции отпускает мяч два-два будьте любезны это что-то фантастическое нет вы знаете это или это что-то потрясающее вы вспомните Рома Лацо два-ноль Рома Лацо отыгрывает добавленное время правда на последних секундах и вот Нати Ван безумно робкая игра бездарная если вы хотите я вам скажу больше в защите и конечно же голкипера Ван Дерсара трусливо сыгравшего в этом эпизоде отбивающего мяч как неумеха и вот Нати Иван 2-2 а счастье было так близко 60 60 секунд чемпионата Италии Батистута тут как тут и Монтелло здесь я уже знаю кто там из них Монтелло по-моему все-таки забил вот этот дальний удар 113,7 километра в час и Монтелло забивает второй гол эх вы пижоны однажды я употребил это выражение когда Бавария играла с Манчестером и уже там все готовились получать почетный и заветный приз Кубок Европейских чемпионов и кончилось тем что Манчестер в добавленное время забил два гола и всех посрамил и вот так же произошло сейчас так же как и во встрече Рома Лацио собственно говоря Рома в известной степени себя реабилитирует за тот казус и ляп который произошел в 20-час Лацио Токенарди удаляет с поля по-моему естественный процесс естественный процесс Токенарди отдыхает добавленное время ну конечно уже не приходится говорить о содержании игры а приходится говорить исключительно о и Асунсао тоже прогнали или нет тут непонятно что тут происходит и вот эта стычка двух игроков а между прочим после того дерби римского Лацио не играла на своем поле на нейтральном и выиграла у Таланты 3-0 вот такая информация да и Асунсао тоже ушел отдыхать так что в равных составах и заканчивает матч участники Ювентус Рома 2-2 и еще есть время и занервничали оба тренера и Анчелотти Капелло Капелло и Анчелотти из-за боковой будут бросать футболисты Ювентуса четвертая минута добавленная пошла вот так Рома выигрывала и упустила победу в матче против Лацу а Ювентус дома у себя против Ромы нет фантастический чемпионат концовка его просто необыкновенная просто необыкновенная Ювента что-то пытается еще предпринять заканчивается четвертая добавленная минута Монтеро с мячом Вандерсар пас налево ну что навешивает туда вперед да вперед удар Ковачевич Ковачевич так мы с вами еще и не видели в деле вот тут он немножко потолкался сейчас потеря мяча в простейшей ситуации совершенно ну вот на кату мы чуть-чуть критикнули он успел забить потом ударить Вандерсар отпустить Монтелло забить и 2-2 Канделя с мячом Канделя снова с мячом будет навес давай набрасывай нет пас назад вся публика требует навешивать а Рома не обостряет игру смотрите пятая минута заканчивается никаких навесов а просто-напросто держит мяч ничья устраивает Рому и перепасовка в ожидании финального свистка пас Антониоли и далее что там еще Стефано Браски должен в конце концов дать финальный свисток и так ничья 2-2 и что же если говорить о драматизме то это матч супер так же как и предыдущий Рома Лацо вот за это мы благодарим участников той встречи участников этого матча потому что футбол нам подарил такие сумасшедшие совершенно вещи гримасы что просто-напросто приходится только лишь Дилу даваться сколько в себе таит эта потрясающая себе игра неизведанного еще и мелькнул Ван Дер Сар прятавший лицо в свой свитер конечно же он сделал все чтобы не выручить свою команду но это так сказать издержки тоже производства как и в случае с Антониоли когда забил второй мяч Зидан и так ничья 2-2 борьба продолжается и таким образом 64 очка у Ромы на 5 меньше у Лацо и на 6 меньше у Ювентуса до конца чемпионата остается 5 туров что-то будет спасибо за внимание вел репортаж Владимир Маслаченко естественно я благодарю всех своих друзей за работу не дай не дай не дай